Следующий враг человека называется зависть или злоба. Злоба. Когда ты злишься на кого-то, то если тебе что-то, удача какая-то положена в жизни, хорошая судьба, хорошее положение в обществе, всё будет разрушено полностью до основания. Когда человек завидует или злится другому человеку, он разрушает свою жизнь. Надо себе это желание высушить в сердце, молитвы как-то убрать. Это всегда чувство такое, что это счастье мне положено, а не ему. Кажется так. Это называется зависть или злоба. Страшная вещь. Ну и последний, шестой враг. С ним ничего не сделаешь, он приходит с прошлой жизни. Называется безумие. Это психические заболевания, детское слабоумие и так далее. Это вот надо молиться просто всю жизнь, помогать такому человеку. И Бог поможет тому, кто о нём заботится. В десятикратном размере. Ну то есть я почему это всё описываю? Потому что есть вещи, которые не исправляются беседами. Понимаете? Вот если вы попали под влияние этих сил, которые я описал, то беседы здесь не помогут. Здесь нужна серьёзная молитва, аскеза. Иначе ничего не получится. Ни вожделение, ни гнев, ни жадность, ни иллюзия, ни зависть, ни безумие. Не побеждаются просто разговорами. Нужна сила, душевная сила. Если вы попали под влияние, муж играет в казино, там гуляет, пьёт, бьёт и так далее. Это значит, что вот очень тяжёлая судьба навалилась. Или жена так себя ведёт. Тогда нужна духовная жизнь, молитва, аскеза духовная нужна, чтобы побеждать судьбу. Или ваша, или кто-то священник какой-то вам будет помогать. Но какая-то нужна духовная сила для того, чтобы это преодолеть. Понятно, да? Мы разобрали вот этот нижний слой, в котором нет никаких советов. Если человек говорит, Олег Геннадьевич, посоветуйте, что мне делать? У меня муж пьёт. Советов нет. Есть только один способ. Это молитва. Всё. Ничего вот этого не помогает. Как себя вести, как на него смотреть, никак. Он находится под влиянием силы огромной. Все эти шесть врагов связаны с огромными силами. Первая сила вожделения — это сила такая, природная сила, связанная с высшими живыми существами, которые пленяют сознание человека вот этим чувством любви. И так далее. Когда человек выпивает, веселящий дух входит в него. Это психическое заболевание по факту, которое заканчивается, когда человек бросает пить. И когда начинает, опять входит в него. Дух забирает у него волю, способность себя делать счастливым самостоятельно и даёт ему счастье за так. Ну, то есть он берёт у него волю, разум, а взамен отдаёт счастье. И человек, чтобы быть счастливым, он выпивает и теряет разум или волю в победе. Деселящий дух — это огромная сила. Одно время в России 40% мужчин, трудоспособного населения погибали в результате влияния этого духа. Представляете, когда посчитали, оказалось, Великая Отечественная война вообще отдыхает по количеству трупов по сравнению с этой зелью, с этой страшной бутылкой. Она забирает жизни людей гораздо сильнее, чем любая война. Просто тихо, незаметно, никто не заметил страшной силы. Некоторые говорят, называется культурно пьющий. Запомните, невозможно быть культурно сумасшедшим. Если на тебя влияет дух, то как бы ты это ни называл, в этом нет никакой культуры, потому что всё зависит от периода жизни. Ты думаешь, да я себя контролирую, замечательно. Ты не знаешь, что время наваливается на каждого человека в какой-то момент сильнее. И в тот момент, когда на тебя сильно навалится время, сильнее, чем обычно, ты не сможешь своими силами победить в своей воле, потому что твоя воля уже подчинена этому духу. И поэтому ты в это время будешь спиваться, а не побеждать свою судьбу. Вот и всё. Хотя ты был культурно пьющим, как говорили. Поэтому никаких культурно пьющих не бывает. Человек должен бросить это занятие навсегда. Если не может, значит молиться, чтобы он отвязался, этот дух. Ну то есть надо трудиться в этом направлении, прилагать силы внутренние, стараться.